Алексей Юрьевич, в матче с ЦСКА и Динамо Спартак смотрелся ярко, но эпизодом, если про ЦСКА говорим, наверное, первый период яркий, с Динамо вторая половина игры. Говорили со своими подопечными об этом, чтобы сегодняшний матч не разбивался на отрезки на такие? Да мы постоянно говорим, не только после этих двух матчей. В принципе, у нас пока проблема в том, что нет концентрации все 60 минут. Ну, в принципе, с ребятами разговаривали на эту тему, показали им все. Надеюсь, что мы это все исправим. А чем вы связываете с такой нестабильностью? Это какая-то системная ошибка или просто теряете, как вы говорите, концентрацию? Я бы сказал, иногда мы проваливаем первый период, то есть команда выходит не готовая к агрессии, особенно когда ты играешь на выезде. Ясно, что хозяева стараются первые 10 минут навязать быстрый хоккей. Но когда играли дома, то здесь, наверное, больше в том плане, что провалили второй период, когда команда чуть-чуть добавляла. Вот эта концентрация, она чуть-чуть мешает нам. То есть средоточиться, ребят должны средоточиться все 60 минут. Поэтому постараемся это убрать. Андрей Скавронский сегодня в старте. Чем обусловлен выбор? Ну, он вернулся, довольно-таки неплохо провел тренировочный лагерь, получил, как говорится, микротравму. Но вот сейчас готов, поэтому надо начинать ему. А мы постараемся вам помочь. Спасибо, хорошие игры. Спасибо, хорошие игры.